Сотни учеников первой гимназии выстроились в единую шеренгу. Сегодня у них свое спецзадание принести благую весть о приближающемся празднике Великой Победы. В каждый дом и еще раз напомнить, кому мы благодарны за мирное небо над головой. А именно парням и девушкам, офицерам и сержантам. Всем, кто оставил отчий дом и пал на поле сражений во имя защиты своей родины. Героям Великой Отечественной войны посвящен фестиваль инсценированных песен. В этом году его открыли в новом формате. Река Бессмертного полка разлилась во Владимирском саду. Школьники вышли на сцену с портретами своих родных. Среди них фотография про прадедушки Анны Шамариной. Историю его боевого пути девочка узнала от мамы. Это вот Жаринов Василий Иванович. Он прожил 97 лет, был стрелком, получил ранение в глаз. Да победили же наши деды, которые воевали за нас. Сражались, чтобы был мир. Им сегодня посвящены все песни. В каждой слагаются оды самоотверженности и храбрости советских солдат, а также их женам и матерям, которые с замиранием сердца опровожали своих любимых на фронт. Раз, два, три. Помню, как памятный вечер, падал платочек восьмич, как провожала и обещала, синий платочек заберечь. Для учащихся начальных школ, для младшего школьного возраста, вот такая форма, она понятнее. Через песни народные, через песни, которые вместе с нашими солдатами воевали, узнать что-то больше о войне, вспомнить наших боевых дедов, прадедов. Вспоминали и учили почти семь сотен учеников гимназии. Каждый класс подготовил по песне. Трогательные строки ребята дополнили военными атрибутами, концертными костюмами и танцевальными движениями. Так дети смогли перенести взрослых в атмосферу военных лет. Некоторые строки вонзились в сердце горечи утраты, некоторые наполнили душу слушателей надеждой на мирное будущее. Почти 78 лет назад слово «победа» вошло слезами радости в каждый дом. Об этом помнят, этим гордятся. А чтобы имена героев не канули в лето, школьники с родителями собрали памятный альбом славы. Это еще одна традиция гимназии, взявшая начало в 2014 году. Детки узнали очень много о своих прадедах, и вся информация была запечатлена именно в этой летописи. И сегодня, в торжественный момент, мы должны получить эту летопись, чтобы в дальнейшем подрастающее поколение помнило о тех, кто защищал нашу родину, и благодаря кому мы сейчас здесь. Все это слагаемые патриотического воспитания молодежи, любовь к отчизне и знание истории лежат в основе учебного процесса в каждой школе области. Без уважения, любви к своей родине, большой и малой, к своему старшему поколению, трудно представить будущее сегодняшнего ребенка, подростка, молодежи. Ведь память – это не только дань прошлому, это единственная надежда на будущее. И пока каждый из нас помнит, какой ценой ковалась победа, великая страна будет процветать. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда.ТВ.